В политехническом техникуме студентам профессиональных учебных заведений торжественно вручили именные премии Магаданской областной думы. Анна Ясаян учится на четвертом курсе отделения ветеринария. Девушка показывает отличную успеваемость. Кроме того, Анна ассистировала при проведении сложных операций, а также получила навыки вакцинации. Рассказывает, что выбрала эту профессию, чтобы помогать животным. Эта профессия связана именно с уважительным отношением к животным. В наше время это очень сильно принижается. Да, есть какое-то развитие сейчас, толчок к тому, что все-таки животным нужно помогать. Люди очень разные и в большинстве своем все проблемы животного – это из-за людей. То есть хоть какой-то вклад нести, который я могу свою лепту, я постараюсь сделать. Премию Магаданская областная дума учредила в 2018 году, а выплачивается с 2019. Лауреаты – студенты профессионального технического образования. Как отмечает председатель думы Сергей Абрамов, профессиональное образование Колымы находится на достойном уровне. Наша Магаданская область, она тоже находится на подъеме. Мы постоянно тоже посещаем все компетенции, все площадки, вот скилл посещаем. И образовательно-профессиональное учебное заведение. Ну и видим, как на глазах меняется материально-техническая база, меняются стимулы для молодежи. И очень отрадно оценивать то, что молодежь осознанно идет, и есть конкурсные процедуры. Знаете, вот эти сравнивать там 20-30 лет, что было с системой противообразования, мы прекрасно знаем. И то, что сейчас, это на опыте одного поколения, оно стало совершенно другое. А то, что потребности в коллекционных кадрах, они для нашей Магаданской области, ну они огромны. Посмотрите, стройки, достройки, и образовательные, и учебные заведения, и дорожные инфраструктуры модернизируются, и жилищные строительства. В этот день наградили почти 20 молодых и талантливых студентов. Колыма нуждается в квалифицированных кадрах, отмечают эксперты. Поэтому после окончания техникумов молодые специалисты будут востребованы. Продолжение следует...